Всем привет-привет! У нас наконец-то отличная погода. Сегодня я выгляжу таким образом. Со мной мой рюкзачок Арни Прак серебристого цвета. Платье сегодня я такое выбрала. Оно, ну такое, можно сказать, свободное, прямого кроя, с такими прикольными губами. По-моему, заказывала его в группе ВКонтакте у своей знакомой. И вот такие вот у меня тапочки, подходящие под цвет к платью, синенькие. Вот, и сейчас я иду в ателье. Вот здесь у меня лежит мое платье. Сегодня у нас воскресенье, довольно-таки раннее утро, тем более для воскресного дня, 8 часов утра. Мы уже собрались, и сейчас мы хотим поехать в коренную пустынь. Я думаю, что кто живет в Курске или Курской области, наверняка знают. Но это такое место, недалеко от Курска, святое место, там храмы различные. Ну, вернее, там, наверное, один храм, ну, там разные источники, святая вода. Ну, и вообще такое место очень приятное, когда туда приезжаешь, чувствуешь какое-то вдохновение и как-то очищаешься. Вот я туда довольно-таки часто раньше ездила. И вот сейчас мы тоже решили поехать. Я, конечно же, выгляжу таким образом. Надела джинсовую курточку, потому что с утра пока прохладненько. Это футболочка в полоску от магазина, по-моему, это футболка от Страдивариус. Дальше также от Страдивариус такая длинная юбка-карандаш. Ну, как длинная, она чуть выше колена. Ну, как бы более длинного у меня ничего не нашлось. Ну, в принципе, я думаю, для церкви это нормальная длина тапки. И рюкзачок взяла с собой, свой новенький рюкзак от Arnie Pracht. Это мини-версия, у них три версии MS, такой средний, как мой серебристый. И вот этот XS, такой малыш, его можно использовать как сумочку, там перевесить, лямки. В общем, очень-очень здорово. Так что сейчас мы поедем. Вот, и если будет возможность там что-то снимать, то, конечно же, я для вас это все буду снимать. Все, пока. Ну что, мы уже приехали. Вот так вот выглядит данный поселочек. Даже здесь ЛДПР Наташкин любимый. Вот так все выглядит. Вот. И вот так туда спускаешься, и там находится монастырь. Вот так тут все выглядит. Помню с детства вот эти ступеньки. Очень часто мы сюда приезжали. Очень хорошее здесь место. Очень приятно здесь находиться. Только я, по-моему, платок повязала, как-то не очень удачно. Ну, надо только отбежать. Ну, надо только отбежать. Платок перевязала. Так, вот так перевязала. Вроде так стало бы лучше. Платок перевязала. Вообще так хорошо здесь, спокойно, мило, умиротворенно. Очень классная погода, так свежо, хорошо. Вообще супер. Очень классная погода. Moore, что это в такихйственных лиц. Продолжение следует... С senin Excel. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 29 числа поеду на презентацию, посмотрим, что скажет наш великий Мау. Фирма такая же, вот эта, Эммиди Чьё-то, да, совершенно. Ну, как-то я полюбил её, я много на чём работал. Ну, каждому своё. Тут как бы сказать, что вот эта плохая-то хорошая, опять же, всё сводится к тому, что мастер есть хороший, а есть не очень хороший. Покрасить тебя, ну, в принципе, можно любой краской. Всё будет зависеть от непосредственно мастера. То есть я могу вообще любой краской работать, но мне больше нравится вот эта. Нет ни запаха, нет там, есть долгоестребрающий такой эффект. После третьего раза вообще не вымывается. Это особенно, как бы, интересно блондиночкам. Цвет не был и не желтеет, да? Абсолютно. Поэтому у них очень долго не было вот этого фиолетового шампула. Ну, как бы просят, выпустили. Понятно. Так что теперь тоже есть фиолетовый шампунь. И у него такой аромат, у которого нет упален. Ну, в принципе, и шампунь, и бальзамчики очень вкусно пахнут. Да. Ну, мне нравится их запах. Он такой, как сказать, богатый. Ну, я бы, если это пока как-то не визоват. Есть же, допустим, вот, ну, американские фирмы очень любят, чтобы пахло, там, клубничкой какой-нибудь. Вот прыгаешь, ты понимаешь, что, как бы, ну, нельзя какой-то спрей для волос, который, собственно, ну, тормошаем в керативном комплексе. Защищает волосы, ну, термозащита, грубо говоря. Ну, он пахнет земляничкой. И ты понимаешь, что, блин, ну, не может там земляничать. Хотя это прикольно, это там классно. Вот. А у них, собственно говоря, очень глубокий запах. Очень приятный, очень такие насыщенные, раскрываются всегда так интересно. Да, это классно. Да. Я тоже нравилась. Вот опять же, да. У нас почему-то есть такое, ну, не знаю, может быть, только у нас в городе, да, так сказать. Ты увидел что-то, да, ну, хотя бы посмотри про это ролик, как это делается. А желательно прям вот штук 10-20 посмотри, сделай какие-то выводы. Потому что очень много, допустим, мастеров выкладывает свою работу, они что-то сделали и со своими комментариями. Потому что, ну, в нашей профессии все важно. Тут нет каких-то вот мелочей, ай, да ладно, так сойдет. То есть, это не тот вариант. То есть, в зависимости от стрижки, да, собственно говоря, мы вот и... И тянем нашу полировочку. Если бы это была градуировка у тебя, ну, для себя. У меня, по-моему, вообще никакой стрижки нет. Ну, ладно. У тебя, в принципе, одной длины, я бы как бы так сказал. Ну, вот. Была бы градуировка, мы тянули бы вниз. Одной длины мы тянем вверх. Обязательно надо идеальный хвы приметь на месте басну. А на короткие волосы это подходит или нет? А от какой длины? Да я вот просто думаю, ну, короткие волосы, там особо смысл полировать, нечем. Пришел отрезан. Ну, от плечей, да, примерно? Да. Желательно, чтобы какой-то, ну, хотя бы... 30 сантиметров? Да, я думаю, что 30 сантиметров было бы нормально. Опять же, кончики нельзя, допустим, пропускать через этот станочек. Почему? Ну, потому что они выгнутся и сразу, сразу он их отрежет. А в интернете наоборот, там показывают кончики, делают... Да нет, ну, там вот прям вообще чуть-чуть надо оставлять все равно, потому что он их отрезает. Ну, я на своем личном опыте. На своем личном? Да. Заметно, да. Пришлось потом. Издержки производства. Ну, а что? Да, ведь многие ученые сначала на себе пробуют, да? Да. Нереальный блеск просто. Секущиеся кончики убежали с позором. Иритировались крысы с нашего великолепного корабля. Дорогие подписчики, покажу интерьер. Мне лично очень понравилось. Все так лаконично, сдержанно, но при этом очень стильно. Да, ничего лишнего у нас тут. Даже я бы сказал, что-то не хватает. Нет, простота – залог успеха. Хуже воровства. Да. Вот. Особенно мне стульчик понравился. Шикарный ножниц. Петр – первое имя с три города. Когда приехал из Голландии, привез кучу всякой ненужной вещь. Это все сделано собственными руками нашего мастера. Да, да. Это доска почета. Да. Вот, кстати, эта фирма, как она правильно? Эми Дичьёто. О, да. Дичьёто. А производство чьё? Италия. Италия. Италия Маталия. Вот здесь у нас что? Мы фотографируем тут клиентов, да? Да. Прикольно, кстати. Я видела фотки. А, нет, так вот. В Инстаграм, да. Наверх смотри, наверх. Наверх смотрит раз такое. Вниз смотрит, вниз только. Ну, на фотках в Инстаграм смотрится здорово. Ну, ты же фильтратом и всё такое. Ну, да, но всё равно прикольно. Это перелёвочки, которые все трогают. Поэтому они растянулись и уже не тот вид, как был раньше. Да, вот так вот. Я сетка этот комаров, мне она бесит. Загораживает на логотип. Я уже вышла из салона. Что могу сказать на данный момент? О, с процедуре, конечно же, можно будет судить спустя какое-то время. Но мне очень нравится, что кончики стали такие гладкие, ровненькие. Очень приятные на ощупь, мягкие. Вот поэтому на данный момент я очень довольна результатом. Сейчас приехали в такой торговый центр на рынке. Пойдём, я посмотрю себе туфли, мне нужно прикупить. Вот, зашли немножко перекусить, покушать. Очень люблю вот это место в Европе на студентке, ой, на Московской площади. Здесь очень прикольно так сидеть. Такие кафешки прикольненькие. В общем, мне не нравится. Ну, там нравится. Такое вот очень вкусное мороженое. Один шарик стоит 70 рублей, но оно очень-очень вкусное. Такие потрюканные, ну не знаю, я думаю, это сделано. Смотрите, какие здесь такие прикольные лавочки Рафаэла. Они такие потрюканные, ну не знаю, я думаю, это сделано. Сейчас мы зашли в новый торговый центр, он ещё не до конца открылся. Вот так вот здесь всё выглядит. В принципе, не сказать, что там что-то особенное, но светло, красиво. И есть, допустим, если какие-то кафешки, такие зоны для отдыха, то они очень круто сделаны. Обычные магазины, они совершенно обычные, ничего особенного. Но вот зоны для отдыха и кафе очень классно выглядят. Там на крыше, вон, видите, цветочки. Симпатично. Сейчас я только что пришла с работы домой, и как раз-таки сейчас ко мне пришёл курьер и принёс мне мою посылку из магазина H&M. Я в этот раз заказала три вещи, сейчас вам покажу. Ну вот так просто, не буду особо доставать. Первая это вот такая рубашка, она мужская, в такой мелкий-мелкий горошек, из стопроцентного хлопка. Здесь такой карманчик спереди. Также очень хорошо, что внутри здесь такой тёмный цвет, по-моему, тёмно-синий, как раз не будет так сильно пачкаться. Мне именно очень нравится, и моему молодому человеку тоже очень нравятся рубашки в H&M. У него уже достаточно много рубашек именно из H&M, они хорошего качества. Вот, именно мужские рубашки очень классные в H&M и не такие дорогие. Поэтому присмотритесь, девушки, вот те, у кого, например, парни или мужья работают в офисе, и им нужно много-много рубашек. И также ещё себе заказала тоже две вещи. Это вот такой кроп-топ, он такой короткий, стоил 599 рублей. Вот такая у него расцветка с пуговичками. Мне он понравился, вот такой интересный. Ну, он как бы обычный, но в то же время смотрится прикольно. И вот такую блузочку тоже заказала себе из стопроцентной вискозы, такого белого цвета, с красивыми пёрышками здесь, спереди, видите, так красиво собирается. В общем, мне понравилось, в принципе. Сейчас буду всё это доставать, смотреть, но уже сейчас вижу, что вещами я довольна.